Подвести итоги социального развития это не просто перечислить приобретенное оборудование, открывшиеся объекты, не просто пройтись по географии и суммам. Итоги это реакция взрослых и детей на то, что делает для них государство. Да, иногда не теми темпами, как хотелось бы, растут сады и школы. Но когда социальный вектор остается приоритетным, это важно. В эти дни в каждом уголке области проходит национальная акция «Наши дети». Мы, журналисты, уже привыкли во время новогодних праздников снимать множество сюжетов на эту тему. Дети, елки, подарки. Казалось бы, и в этом году все как обычно. Но нет. Было чем удивиться и чем растрогаться, о чем задуматься и что переосмыслить. В социально-педагогическом центре, например, куда с поздравлениями и сюрпризами приезжал помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, временно живут дети, изъятые по разным причинам из своих семей. Их не по-детски серьезные лица озарялись светом и радостью. Дарить таким ребятам праздник – благородное дело. Радостные и волнительные моменты пережили и ребятишки из Петриковской школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи. К ним приезжал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник. Он побывал на новогоднем утреннике и проследил, как в интернате провели модернизацию. Дети ждали гостей и загадывали свои заветные желания. Взрослый, который дарит праздник ребенку, и сам наполняется ощущением счастья. А если этот праздник проходит в таком волшебном месте, как цирк, тогда атмосфера новогоднего чуда обеспечена. В такой сказке побывали дети, которых пригласили на губернаторскую елку. По традиции праздник проводят для школьников, отличников учебы, победителей олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. Десять самых одаренных ребят получили подарки в самых торжественных обстоятельствах прямо на арене цирка из рук главы региона. А еще в 2019 году в социальной сфере происходили такие важные события, которые касаются многих из нас. Открывали сады, школы, спортивные объекты, новые отделения в больницах, приобретали необходимое медицинское оборудование, проводили уникальные операции. Год начался с установки в Гомельской областной клинической больнице четырех новых аппаратов УЗИ. Это стало подарком учреждению к 75-летию от руководства облсполкома. Оборудование было очень необходимым, ведь за медпомощью в приемное отделение в год обращаются около 70 тысяч пациентов. В январе здесь же открылись два новых отделения – аллергологическое и тракальное. А в мае в областной больнице еще одно событие – открылось второе операционно-нирохирургическое отделение. Это позволило реализовать проект, не имеющий аналогов в Беларуси. Гомельская область сегодня единственный регион страны, где создается комплексная система от медицинской до социальной и при возможности трудовой реабилитации людей, перенесших тяжелые травмы на позвоночнике. Кстати, совсем недавно нейрохирурги Гомельской областной клинической больницы напечатали фрагмент позвоночника на 3D-принтере и провели уникальную операцию. Это первый подобный опыт в Беларуси. А в областной детской больнице осенью начали делать операции на грудной клетке, которую до этого проводили только в Гродно. Здесь же за японский грант купили эндоскопическое оборудование. Теперь обследование детей проходит более информативно. При проведении гастроскопии на большом мониторе сразу видны самые минимальные отклонения. На Мазурово в Гомеле завершается строительство поликлиники. Она начнет работать в следующем году. Уже начинается приобретение медицинского оборудования. Особое внимание и созданию безбарьерной среды как снаружи поликлиники, так и на всех восьми этажах. Новое отделение медицинского оборудования появилось и в регионах. Мозырской больнице в этом году открыли межрайонный кардиологический центр. Специалисты могут проводить коронографию для исследования сосудов и стентирования. В Мозыре обновили и оснащение детской больницы. Теперь здесь есть два новых аппарата ультразвуковой диагностики, аппараты для холтеровского мониторирования КГ и суточного измерения артериального давления. Здесь же в Мозыре в сентябре после реконструкции открыли бассейн. Он, кстати, оборудован всем необходимым для занятия людей с ограниченными физическими возможностями. А еще в этом году счастливее стали родители ребятишек, которые могут водить своих детей в садики около дома. Один из них открылся на Дубравной в 104 микрорайоне. Проект дошкольного учреждения нетипичный, и это заметно даже по дворовой территории. Таких игровых площадок в Гомеле больше нет. В Новобелецком районе открылся и еще один яский сад. Его построили еще в 1962 году, а через 45 лет из-за ухудшения демографической ситуации учреждение оказалось невостребованным, и его передали в подчинение соседней поликлиники. Современная застройка Новобелецкого района здесь сегодня сразу три новых микрорайона составила власти пересмотреть приоритеты и реконструировать здание снова под воспитательное учреждение. А в Ветковском районе подготовили подарок для ребят постарше. В ограгородке «Радуга» после реконструкции открылась школа. Теперь здесь есть множество кабинетов и помещений, которых раньше не было. Например, учительская, кабинет директора, психологической разгрузки, актовый зал. Всего в школе 109 детей. Но благодаря тому, что «Радуга» разрастается, о чем в том числе свидетельствует и жилищное строительство, учащихся в школе с течением времени станет больше. Принять учреждение сможет до двух сотен ребят. В следующем году новая школа появится и в 21 микрорайоне Гомеля. Марина Джалая, Новости недели.